Сегодня юбилей отмечает Лев Дуров, всенародно любимому артисту в 80. Дмитрий Медведев поздравил юбиляр и наградил его орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Как и положено востребованному актеру, Лев Константинович даже в такой торжественный день вышел на сцену. Сегодня в его родном театре на Малой Бронной премьера «Шекспировская буря» в постановке Дурова и с ним же в одной из главных ролей. Ну а всего в театре и кино он сыграл почти 200 ролей, а некоторых из них Дмитрий Мельников. Волшебник Проспера из «Шекспировской буря» слушает пустой зал родного театра на Малой Бронной. Спустя минуты сюда войдут зрители, которые будут и главными гостями, и самым большим подарком на его юбилей. Точно так же, как актерское ремесло остается главным в жизни Лев Дурова. Я в одном спектакле сам произношу слова, не веря в них. Я не рапопорт такой, у меня есть спектакль. Я говорю, что глубокий старик – это такое же чудо, как новорожденный. Конец завораживает так же начало, глупость. Старость – это плохо. Наследник знаменитой цирковой династии военное детство провел в Голубятних и дворах московского Лефортова. В драм-студию Дворца пионеров Льва Дурова привел случай. Затем театр студии МХАТа и Центральный детский театр, где произойдет встреча с режиссером Анатолием Эфросом. Не расставаясь, они проработают почти 30 лет. Быть актером у нас так же трудно, как быть президентом, шутит Дуров. Зритель ждет потрясений, диссонанса души, а ему все норовят подсунуть развлечения. Потому и звезды сегодня такие. Это совсем девчонка. И говорит, а меня уже со мной здороваются в трагейбусе, меня уже все уважают. Я еду на машине, она уже едет на машине, а я машину первую приобрел не знаю когда. А они уже все звезды, я им не завидую. Наоборот, мы несчастные. Мы несчастные, вам так кажется. Славу и подлинно народную любовь принесло кино. Без малого две сотни работ. За 56 лет не было и года, чтобы он не снимался. Дяденька, а вы можете голую руку стенку пробить? Могу. Даже одним пальцем. Но любовь публики, субстанция капризная, признается юбилер. Хотя поправляет, что сам от ее недостатка не страдал никогда. Любой летчик-испытатель, взлетая на одном самолете, не уверен, что он не ляпнется об землю. Тут же. Не уверен. Так вот, ребята, не забывайте, что у нас такой есть пункт. Называется забвение. Ушел с экрана и со сцены, и все. И забудь. Нет, никто тебе не должен, и ты никому не должен. Разошлись. Ты исчез, исчез. И потом, почему тебя должны помнить в веках? Почему? А может, ты не достоин того, что я каждый день помню. И на сцене, на экране его персонажи ни хорошие, ни плохие. Живые и понятные. Трагический клоун, напишут о нем британские журналисты после гастролей в Эдинбурге. Он играет даже во время нашего интервью, преподавая маленький урок актерского мастерства. Я понимаю, что делаете вы. Ответить вам или тем же, или наоборот. Замкнуться и сказать, ну да, конечно, конечно, конечно. Угу, угу. Что значит, по действию? А уйти, увильнуть. Это игра. Мы с вами, получается, играем. А как же? А вся наша жизнь игра? Работа и друзья, среди которых и прославленные актеры, и люди простые. Таким будет и этот день рождения. Веселый, жизнерадостный, по-детски, озорной и даже хулиганский. Такой же, как и сам Лев Дуров. Дмитрий Мельников, Павел Меер. Вести. Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова